МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У голливудских режиссеров и сценаристов его можно сравнить с Нью-Йоркским центральным парком. На смотровой площадке Гриффит-парка замечательно видна надпись «Холливуд» с голливудских холмов. Помимо этого в парке есть музей, зоопарк, обсерватория, площадки для гольфа, бассейны и ипподром. Парк Гуэля в Барселоне. Невероятный парк работы великого Антонио Гауди. Испанский промышленник Эусе Бегуэль купил землю для застройки элитного жилого района Барселоны. Но тогда район находился в отдалении от города, что совершенно не привлекло потенциальных жильцов. Из всех домов были выкуплены всего два – Гуэлем и Гауди. Пожалуй, это самый невероятный сказочный парк с пряничными домиками Гензель и Гретель, высеченными из камня полурастениями, полуживотными и неповторимым мозаичным покрытием. Парк Кокенков в Лиссе. Поехать в Голландию и не увидеть настоящего моря цветов? Если вы не из тех, кто способен совершить подобную ошибку, то вам обязательно нужно завернуть именно в парк Кокенков. Здесь постоянно происходят тематические выставки, когда луковицы высаживают в виде портретов, флагов, композиций, связанных с темой экспозиции. Это великолепие цветет каждую весну для 800 тысяч посетителей парка. Парк Пратер в Вене. Это не Диснейленд, это самый крупный парк Австрии, заложенный еще в 18 веке. Тут есть клоуны, кукольный театр, автопарк, старейшее в мире колесо обозрения, мороженое, карусели, аттракционы, а также особое чудо – басилофон. Шепни в него слово, и тебя услышат на другом конце парка. А парк вытянут в длину ни много ни мало на 5 километров. Парк Раундхей в Лидсе. Это один из самых больших городских парков Европы и одна из главных достопримечательностей Великобритании. По сути, парк состоит из трех садов – сада каналов, сада Мане, получившего свое название из-за дорожки в стиле «Живерни» с полотна мастера, и сада Альхамбра. Сад мастера сетий в Суджоу. Сад мастера сетий – самый маленький, но одновременно самый популярный из садов в Суджоу. Богатый китайский чиновник представил, что он рыбак и разбил свой сад в соответствии с этой фантазией. Небольшой размер сада с лихвой компенсируется великолепными видами и пейзажами, настраивающими на созерцание благости дзен. Сад находится под охраной ЮНЕСКО. Селесский зоологический сад в Катовице и Хожуве. Помните парк юрского периода Стивена Спилберга? Для того, чтобы приобщиться к миру древних динозавров, необязательно сидеть перед экраном в 3D-очках. Гораздо полезнее и интереснее посетить Селесский зоопарк, на территории которого расположена долина динозавров. В парке представлены 16 различных экспонатов в масштабе один к одному. Парк форта Каннинг в Сингапуре. На месте холма, где разбит парк, в давние времена находился так называемый запретный дворец правителей Древнего Китая. Позже здесь был разбит форт британских колонистов, но сейчас об этом напоминают только массивные ворота у входа в парк. На территории парка разбит сад пряностей, по сути представляющий собой уменьшенную копию первого в истории Британии ботанического сада. Центральный парк в Нью-Йорке. Посмотрите любой фильм о Нью-Йорке, и вы обязательно увидите его в нескольких сценах. Сложно представить себе Манхэттен без этого популярного парка с многочисленными аллеями, собственным зоопарком, озерами и ледовыми площадками. Центральный парк ежегодно посещают приблизительно 25 миллионов человек. Сады бутчертов в Британской Колумбии. Их история напрямую связана с династией бутчертов, которые однажды решили оставить промышленность и посвятить жизнь цветам. Эстетический вкус этих промышленников до сих пор оценивают благодарные посетители. Согласно статистике, сады бутчерта посещают более миллиона туристов ежегодно. Из частного владения сады давно стали национальной достопримечательностью.